Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 1210». Во время войны взрывали православные храмы. Почему Бог это не предотвратил? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Снявши голову, по волосам не плачут. Люди отступили от Бога, и поэтому Бог, желая возвратить отступников, начинают отнимать вожделенное. Ко времени войны в России из 57 тысяч храмов осталось только 400. Почему же вы не спрашиваете, куда делись остальные? Написавши эту записку, случайно не из тех, кто голосует за тех, кто уже успел уничтожить 56 600 храмов. Да и что у наших храмов сравнивать с тем храмом, который построил Соломон? Третье царство, пятая глава. Исследователи находят, что на украшение храма ушло около 2000 тонн золота и около 10 тысяч тонн серебра. Это в несколько раз больше золотого запаса всей Российской Федерации. И однако Господь уничтожил его через Новохлодоносора. Четвертая царствия, двадцать пятая глава. Храм второй взорвавилев. Это тот самый, в который пришел наш Господь и Иисус Христос. За отвержение Господа и этот храм был разрушен полностью. Луки 21 глава 6 стих. Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Эти храмы Бог позволил взорвать, как совершенно не нужно, чтобы люди на них не надеялись. Иеремия 7 глава 4 стих. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Когда в Израиле поклонение было еще в Скинии, то вся надежда возлагалась на ковчег, как на чудотворные иконы. И в затрудительном положении он был взят на фронт, как икона Владимирской Божьей Матери. Но никакие мощи, никакие мироточивые иконы и храмы грешнику не помогут. Иван Глятиана 9.31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. 1 Царство 4 глава 10-11 стих. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне. И каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое. И пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Ильи его, Офни и Финиес, умерли. И отвечал вестник и сказал, «Побежал израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе. И оба сына твои, Офни и Финиес, умерли. И ковчег Божий взят». Когда упомянул на ковчеге Божьем, Ильи упал с седалища на взныш у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля сорок лет. Исайя 1 глава 15 стих. «И когда вы простирали руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Простирайте. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Два сына пересвященника Офни и Финиес погибают, а ковчег уводится в плен. Вот так и сегодня. Носится с чудотворными мироточивыми иконами. Наконец погибает хранитель, а иконы неизвестно где. А оставшиеся живых начинают готовить к коммунизации Офни и Финиеса. И этим обольщает народ. Значит, их ждет такая же участь или еще хуже. Полное лишение разума. Бог поразит полным сумасшествием и Синод, и Патриарха, если не будет покаяния. Терпение. Вот то, что спасает от бедствий, что даст нам умение зло победить. Терпение. Охрана от страшных последствий. Терпением в канат превращается нить. О, брат мой горячий, ты ревностный очень, но только любви и смирения лишен. И язык твой неправдой и злобой отточен, пугает своей нетерпимостью он. Кто может утишить и растре и бурить? Лишь тот, кто умеет молчать и терпеть. Где кротость терпения, там солнце в лазуре, там золотом чистым становится медь. Чтоб стать терпеливым, взгляни на смирение того, кто пришел нас из бездны извлечь. И сразу утихнет твое самомнение, и ласковой станет надменная речь. Пугает сердца ядовитое слово. Бесчины порочит других и себя. Господь нас управит в терпении Христова, когда мы живем в своих братьях любя. Испытаны в вере запас и терпение. Запас этот лучший сокровищ земных. Зачем предаваться вражде словопрением? Примерно терпение и вера святых. От скорби терпения не будем страшиться, Когда нас нежданная скорбь посетит. Покажем Христу не унылые лица, А светлой надеждой увенчанный вид. Христос, пострадавший за наши пороки, Терпел, уповая на милость Отца. Мы помним Его, дорогие уроки. Спасен будет тот, кто терпел до конца. Лишен им терпения Господня Нива. Покажется скучный, тяжелый чужой. О, пусть назидает всех страждущих ивов. Терпением он выиграл с дьяволом бой. Проявим терпение для славы и роста. О, пусть не смущает нас злой разговор. Нас гонят, мы терпим, сказал нам апостол. Хулят нас, мы молим, для мира мысор. Когда ты стремишься к возвышенной цели, Терпением и только достигнешь ее. А если лежишь очень долго в постели, Взнеет твой фундамент и рухнет жилье. Терпение, разум, могущество, сила. Терпение выше, чем храбрость вождя. Терпением все козни врагов победила, По узким термистым дорогам пройдя. О, друг, не живи лишь минувшим вчерашним. Христос для грядущего был вознесен. Господнее имя, могучая башня, Кто в ней обитает, навеки спасен. Родион Березов